Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В честь именинницы прозвучали многочисленные поздравления, и по признанию Нины Семеновны, день рождения в кругу друзей надолго останется у нее в памяти. Самый лучший подарок – это общение. С удовольствием хожу сюда, потому что часть с друзьями своими. Мне нравится здесь. Несмотря на веселье и праздничную атмосферу, на встрече не стали отходить от традиционной части каждого собрания – дыхательной и суставной гимнастики. Эти спортивные пятиминутки любят все члены клуба без исключения. Похлопывание лимфоузлов, прохлопывание. Вот здесь вот, вот это место. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Несложные, но эффективные упражнения ускоряют кровоток, улучшают сердечную деятельность, дарят заряд бодрости и энергии. Ведет спортивную рубрику Вера Васильевна «Мосцевая», которая более 30 лет посвятила йоге. Мы вот так позанимаемся, у них сразу активизируется деятельность вообще. Понимаете, вот пожилой человек есть, пожилой человек и проблемы, но практически у всех одинаковые. Нам нужно заставить себя действовать. Самому телу, самим внутренним органам надо обязательно работать. Как говорят, в движении жизни. Процесс неформального общения доставляет пожилым людям огромное удовольствие и поднимает настроение. Они с нетерпением ждут каждую встречу. Маргарита Васильевна Завируха живет в деревне Слобода, и путь до развилки занимает у нее значительное время. Но вопрос, ехать или не ехать, даже не поднимается. От нас очень трудно добраться. Раз в час ходит автобус до развилки, от нашей конечной остановки. Но я стараюсь не пропускать занятия, поскольку это дает мне бодрость на всю неделю. И значит, говорящее название клуба «Нам года не беда» является девизом для всех его посетителей, которые, несмотря на трудности и болезни, продолжают жить полной жизнью. Екатерина Коваленко, Егор Хлябич, Елена Кошелева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин